Здравствуйте, мои дорогие! Приближается Роша Шана. На Роша Шана мы едим очень много сладкого, очень много мёда. Едим яблоки, едим рыбу, едим гранаты, мясо и так далее, и так далее, и так далее. И на Роша Шана мы делаем особенную, сладкую халу. Именно её мы сегодня и приготовим. Для этой халы рецепт, граммовки и всё остальное я дам в описании этого ролика. Нужно поставить опару. Для опары нам понадобится кубик дрожжей. Я буду сегодня делать маленькую порцию на полкило муки. Хала у нас будет мало того, что сладкая, она будет ещё и круглая. На Роша Шана символ цикличности года мы делаем круглую халу. Значит, дрожжи, сахарный песок. Одну ложку пока сделаю. Одну ложку муки. И мне нужно будет стакан воды, в общем-то, на весь рецепт. Немного воды, тёплой, я добавлю в опару. Примерно четверть стакана воды я сюда добавлю. Всё хорошо перемешаю и оставлю ждать, чтобы моя опара запузырилась. Я думаю, на это у меня уйдёт минут 10, ну, максимум 15. Вот так выглядит эта смесь. Ничего особенного, ничего нового вы здесь не увидите. Посмотрим, что будет через 15 минут. Прошло 10 минут, и моя опара выглядит так. Можно продолжать. Для того, чтобы нам продолжить, нам нужны весы. Ну, или примерно на глаз, как люблю это делать я. Итак, одно яйцо отправляется в опару. Что ещё? 50 грамм сахара. Это примерно 3 столовые ложки. Значит, одну ложку я уже кинула в опару. Ещё 2 ложки кину просто так. Мука. Муки нужно полкило плюс-минус. Я на глаз это сделаю, потому что я знаю, что 30 грамм – это столовая ложка муки. Если мне нужно будет добавить, я добавлю. Муку далеко не убираю, сахар нам уже не нужен. Щепотка соли всегда в любую сдобу. Точные граммовки я дам в описании обязательно. И стакан воды 200 миллилитров. Я четверть стакана воды уже туда отправила. Значит, где-то стакан на три четверти я сейчас ещё сюда добавлю. И 50 грамм растительного масла. Если вы с весами не очень хорошо, на глаз не можете определить вес, то, конечно, работайте с весами. У меня они есть на кухне. Здесь, ну, это такая необходимость всегда, когда вы работаете с тестом. Я заложила все продукты и теперь замешиваю тесто. Слава богу, у меня есть миксер, который за меня это сделает. Сначала замешиваю всё на маленькой скорости, потом немного увеличу. Но замесить нужно минут 5-7, может быть, 10. Я покажу, какое тесто должно получиться. Вот мой миксер начал всё это замешивать. А я просто могу в это время отдыхать. Что касается изюма. Вот у меня приготовлено грамм 40 изюма, наверное. Изюм можно замешивать сразу. Можно замешивать потом, когда тесто уже подойдёт. Честно вам скажу, делаю и так, и так. Разницы особой не вижу. Сегодня мне лень работать руками. Поэтому пусть работает мой помощник. Отправлю изюм сразу сюда, в замес. Муки маловато. Я со спокойной совестью ещё ложечку муки сюда добавлю. Пусть себе работает. Вот тесто собралось в ком. От стенок оно уже потихоньку отлипает. Мне этого состояния достаточно, чтобы уже оставить его в покое подниматься. Я выключаю своё тесто. Показала вам, как оно выглядит. По сути, можно, конечно, переложить в какую-то отдельную миску. Но я это делаю только в том случае, если мне нужен миксер ещё. Мне сегодня он не нужен. Поэтому я оставляю в этой же чаще. Только накрываю плёнкой. Вот тесто очень приятное. Сейчас я вам покажу. Такое. Вот оно. Оно вроде как прилипает к рукам. Но совершенно не криминально. Муки добавлять больше не буду ни в коем случае. Оставлю только муку для того, чтобы уже дальше работать с этим тестом после того, как оно поднимется. Примерно час ему нужно постоять. Ну, а в принципе, увидите, что поднялось в два раза. Можете начинать работать уже с тестом и печь халы. Я накрываю плёнкой. И час занимаюсь своими делами. Друзья мои, прошёл час. И вы только посмотрите. Поднялось тесто у меня, наверное, не в два, а в целых три раза. И сейчас мы с ним будем работать. На самом деле, всегда есть время празднику. Пока тесто моё поднималось, я загрузила там сториз в инстаграм. Если кто-то не знает, у меня есть инстаграм. Ищите также у тёти Сони и наблюдайте за процессом. А я выкладываю, немного присыпав мукой поверхность, выкладываю тесто. Господи, какое оно мягкое, какое оно нежное. Это просто потрясающе. И я вам уже говорила, что делать халу на Рош Шана, на Еврейский Новый Год, мы будем круглую. Как сплести круглую халу из жгутов, я уже показывала в видео. У меня есть там видео, как плести халы. Вот здесь дам ссылочку, ну и в описании тоже дам ссылочку. А мы сейчас сделаем вариант для очень ленивых или для тех, кто ну совсем не хочет ничего плести. Что нам нужно для этого сделать, это разделить наше тесто на какое-то количество. Ну давайте, например, на 7 равных частей. Я возьму шпатель на 8 у меня получится. Не пользуюсь я в этой истории весами, так на глазок буду все формовать. И делаем то же самое, что делали, делаем обычно для пирожков. То есть закрываем кружочек и начинаем выкатывать тесто. Вот посмотрите, одна у меня маленькая хала будет. Вторая побольше. Сейчас они подрастут. Я специально оставила место, потому что когда халы будут сходить, они соединятся. Сейчас я их накрою чистым полотенцем. Минут 20 им нужно постоять. Тесту прийти в себя после того, как мы его помучали немного на столе. Ну а пока тесто отдыхает, я включила духовку на 180 градусов. И приготовлю смесь для обмазывания наших хал. Возьму одно яйцо вместе с белком и добавлю туда мед. Дело в том, что мы делаем сладкую халу. Повторюсь, на Новый год, на Росшана, на Еврейский Новый год, мы делаем сладкие халы. Примерно две трети столовой ложки меда мне здесь понадобится. Возьму ложечку и все хорошо перемешаю. Когда мои халы немного подрастут, я их смажу этой смесью. Мои халы готовы. Посмотрите, какие красавчики у меня получились. Это же просто праздник какой-то. Они еще горячие, немного постоят. Большую я сейчас возьму с собой, поеду в гости. А вот маленькую покажу вам, какая она получилась. Посмотрите, мягчайшая. Она встает обратно. Могу сказать, хала удалась. Готовьте, готовьте с удовольствием. Празднуйте. Придавайте еде какой-то смысл. И будет с вами вкусное, хорошее настроение. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»